Всем привет! Сегодня мы будем готовить сочные баклажаны под сыром. Если не любите баклажаны, можете заменить их кабачками. Выбирайте упругие плоды, чтобы не развалились при готовке. Приготовить их можно с любой начинкой, но я поделюсь со своей любимой. Разрезаем кабачки напополам и достаем серединку. Готовые баклажаны солим и оставляем на полчаса, чтобы при готовке они нам не давали горечь. Наши серединки я также солю и заливаю водой, чтобы они тоже не давали горечь. Серединку от баклажанов можно также добавлять в начинку, но я буду использовать для другого блюда. Их я потушу с картошкой. Также баклажаны я смазываю подсолнечным маслом и оставляю на полчаса. Пока наши баклажаны будут лежать, мы приступим к начинке. Для начинки мне понадобится 400 грамм фарша, 100 грамм бекона, половина перца, 1 большая морковка, томатная паста, где-то около 5 столовых ложек, пол банки консервированной фасоли, 1 баночка грибов, 170 грамм и половинка луковиц. Начнем с фарша. Я его достала и выложила в нашу чашку. Туда же высыпаем все, что нам потребуется. Бекон. Режем туда также крупно морковку. Затем перец. Насерфированную фасоль пол баночки. Солю, перчу, добавляю любимые специи, такие как сушеный чеснок, базилик. Разогретую с маслом сковороду выкладываю нашу начинку. Затем добавляю грибы, у меня около 170 грамм. Добавляем томатную пасту, около 5 столовых ложек. Добавляем половинку лука и тушим до готовности. Наша начинка готова. Листья обсыпаю мукой и приступаю к фаршированию наших баклажанов. Продолжение следует... Такой начинки хватает на 2-3 баклажана. Так как у меня только 2, начинка еще осталась. Поэтому я дофарширую наши 2 перца. Отправляю в духовку где-то при 160 градусах минут на 40. Будем смотреть по готовности. Как только наши баклажаны готовы, ложим на них сыр и отправляем в духовку еще буквально на 5 минут. Наши баклажаны готовы. Приятного аппетита!